Дорогие друзья, продолжается утро в Петербурге и мы хотим обсудить животрепещущий вопрос для многих, потому что несмотря на упразднение многих льготных ипотечных программ, с 1 июля возможность приобрести жилье по доступным ценам сохраняется для многих семей. Банки страны начали прием заявок по льготной ипотеке. Дорогие друзья, какие будут ставки, каким льготным, каким категориям семей возможно будет провести такую сделку, мы узнаем у нашей гости. В студии Елена Николаевна Ветрова, профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктор экономических наук. Доброе утро, доброе утро. Елена Николаевна, с 1 июля процент по ипотеке стал выше, соответственно увеличился ежемесячный платеж, многие запаниковали, но тем не менее желаемая удобная ставка в 6% годовых, она в некоторых случаях сохраняется. Вот в каких именно? Да, 6% ставка сохранилась, продлили это условие до 30-го года и она доступна семьям, в которых есть ребенок до 6 лет включительно, ребенок инвалид до 18 лет не включительно и в некоторых случаях для семьи, в которых двое более несовершеннолетних детей. А давайте вот сразу, вот если с ребенком до 6 лет понятно, то что это за случаи для семей, где есть двое несовершеннолетних детей? Ну это случаи, когда государство определило определенные места, где эти семьи могут купить. Есть 35 регионов, они все обозначены и в этих регионах можно купить. Также можно купить дом, таким семьям сохраняется возможность по льготной ипотеке, но, к сожалению, не в Ленинградской и не в Московской области. То есть если семья претендует и хочет приобрести частный дом по льготной ипотеке, то, к сожалению, не вблизь наших любимых больших городов. Ну сохраняется, на самом деле, очень большое количество регионов, где малое строительство эти регионы и регионы, в которых есть города численность до 50 тысяч. Ну вот Ленинградская и Московская область это исключаются. Да, мы не входим. Какие возможности по приобретению жилья сохраняются для семей с одним ребенком до 6 лет? Ну условия практически все те же самые. 20% первоначальный взнос, не меньше, ну и ребенок, да, до 6 лет включительно. Российская Федерация, да, еще важное условие, что это... Граждане Российской Федерации. Да, и ребенок, и родители граждане Российской Федерации. Смотрите, а там, по-моему, вот что касается изменений, которые вступили в силу с 1 июля, есть еще одно важное условие. Хочу, чтобы вы его подтвердили или опровергли. То есть у семьи, которая претендует на льготное жилье по льготной ипотеке, не льготное жилье, у них не должно быть других кредитов. То есть вот раньше анонсировали это правило, ввели ли его? Ну там до конца ситуация не совсем понятна, но на самом деле с 23 декабря 23 года ввели условие, что только одна должна быть льготная программа, по которой приобретается семья и жилье. Если до 23 декабря это было приобретено, то можно, можно купить еще раз. То есть если есть одна действующая ипотека льготная до 23 декабря, то она как бы не считается? Да, да. Ну она считается, конечно, и там банк будет смотреть, да. А если после 23 декабря, то нужно родить еще одного ребенка после 23 декабря. Вторую ипотеку льготную не приобрести? Нет, можно. Можно, но только вот эту семейную, потому что льготных ипотек несколько, только на семейную ипотеку вот это распространяется. Важный нюанс, который, я думаю, многих интересует, можно ли будет покупать квартиры по переуступке? То есть не у застройщика, потому что разница в цене существенная. Переуступка сохраняется, она сохраняется для юридических лиц, тех же застройщиков, паевых инвестиционных фондов, ну каких-то юридических лиц, которые овладеют этим. То есть у физического лица по переуступке теперь приобрести квартиру будет нельзя? Да, нельзя. Нельзя купить на вторичном рынке, это только распространяется. Ну она и была на первичном рынке. Смотрите, а правильно мы понимаем, что если в семье есть дети, которые старше обозначенного срока, то для них все-таки никаких пока льготных условий не придумано, и получается, что они чуть ли не в два раза будут переплачивать ипотеку, если они берут без программ жилье в кредит? Ну, если они берут без программ жилье в кредит, это конечно, но если они хотят переселиться в какие-то регионы, в которых действует для них льготная ипотека, они могут воспользоваться ею. Ух, наверное, да, в таком случае лучше, наверное, консультироваться и с риэлтором в том числе, перед тем, как то или иное жилье покупать. Ну у нас вот доктор экономических наук консультирует, Елена Николаевна Ветрова, профессор кафедры экономики и управления предприятиями. Спасибо вам большое, хорошего дня.